Всем привет! Это ваше любимое шоу на канале Спортэкспресса Юрина Тактика. И сегодня говорим о сборной России, ее фейле в игре со Швецией, а также неубедительной ничьей в матче с Турцией и перспективах на Евро 2020. Черчесов не делит матчи на контрольные и официальные, и мы не будем. Швеция и Турция соперники показательные. Почему? Все просто. В составе этих команд есть топовые футболисты. У Швеции это игроки Краснодара, Берка Классен, у Турции защитник Ювентуса Дамирал и хавбек Лестера Юндер. Кстати, в обоих матчах играли далеко не все звезды. И это еще один повод задуматься. Разбираем плюсы и минусы сборной России и начнем с плохого. Две проблемы сборной России очевидны. Первая проблема классическая. Она существует еще со времен ухода братьев Березуцких и Игнашевича из сборной. Это отсутствие оптимальной пары центральных защитников в обороне. Конечно, сейчас вмешался коронавирус. Точнее, подозрительный тест у защитника Георгия Джики. Он основной игрок сборной России. Однако в этот раз было выбрано экспериментальное сочетание. На матч со Швецией это Кутепов, который проигрывает в «Спартаке» конкуренцию 20-летнему Павлу Маслову. И Кудряшов. В своем клубе он играет центрального защитника в сборной обычно левого. Почему Кутепов проигрывает конкуренцию даже Маслову? Объясняем на примере сборной. Во-первых, Илье приходилось персонально играть против своего одноклубника Джордана Ларсена. Получалось не всегда удачно. Во-вторых, вспомните чудовищный момент с первым голом шведов. И Сака потерял именно Кутепов. Хотя и Джанаев, и Артем Дюба, бросившие опекать своего оппонента, сыграли не лучшим образом. Посмотрите на этот замечательный момент. Джанаев неуверенно выходит из ворот. Кутепов проигрывает единоборство. Дюба вообще стоит. С Турцией сыграли Кудряшов и Семенов. Еще один вариант от безысходности. И снова накосячили. Во-первых, не справились с персональной опекой габаритного форварда Елмаза. Он выиграл пять верховых единоборств. Во-вторых, снова пропустили в результате розыгрыша стандарта. Голка Романа – это несчастье. Сразу всех. Шунина, центральных защитников и общего плана обороны сборной во время стандартов. Вот прекрасная картинка номер два. Куда бежит Шунин? Где находится Кудряшов? И почему возле Вратарской численное преимущество соперника? Выбор центральных защитников у Черчесова небольшой. Это дефицитная позиция в российской премьер-лиге с точки зрения местных футболистов. И, на мой взгляд, решение здесь простое. Нужно натурализовать защитника Спартака Самуэля Жиго. Тогда в центре обороны будет эффективная всмяска вместе с Джикией, проверенной игроками ЦСКА, выступавшими за предыдущие сборные России. Кроме того, можно сделать с основным вратарем галкипера Краснодара Матвея Сафонова, раз шепотные вратари ошибаются. Нестандартная проблема – последний пас и реализация. К примеру, шведские защитники достаточно медлительные, но они оборонялись компактно и не позволяли сборной России использовать численное преимущество на планках. Вот пример по конкретным игрокам. Антон Миранчук обыгрывал соперников, прорывался вперед, но пасы под удар не получались, а сам он попал в перекладину. Другой пример. Андрей Мостовой – дебютант сборной России. То же самое – успешный прессинг, хороший дриблинг, однако без завершения. Возможная причина – в ротации состава. На Швеции был поставлен эксперимент, а вот с Турцией вышел состав максимально приближенный к основе, разве что без головина. Вот карта ударов обеих команд в матче с Турцией. 12 ударов нанесла Россия, 15 – Турция. 4 удара в створ у наших, 5 – у соперника. Это нормальная статистика. Вот только удары у Турции были более качественными. Россию спас только Шунин, который совершил сейв и исправился за пропущенный гол. Во втором тайме Турция врубила звездный режим. Во-первых, активизировался главный дриблер соперника Челханаглу, представляющий Милан. Во-вторых, на замену вышел хаббек Лестера Джингис Юндер. Он затерроризировал левый фланг сборной России, на котором за всех отдувался несчастный Юрий Жирков. Черчесов попытался ответить. Он выпустил Дениса Черышева, одну из главных звезд сборной России. Кроме того, на поле появились Газинский и Мостовой. Это не помогло. Турция превзошла нас как по владению, так и по индивидуальным действиям. И здесь причина не в ротации, а в физической готовности. Большая часть игроков сборной России просто сдувалась после 60-й минуты. Теперь о хорошем. Сборная России в первом тайме временами напоминала лидеров российской премьер-лиги «Зенит» и «Спартак». От «Зенита» сборная России взяла длинные передачи на Артема Дзюбу. Центральные защитники Кудряшов и Семенов постоянно забрасывали мяч вперед. А Дзюба выиграл 10 верховых единоборств. Просто, просто, эффективно, тоже. Увы, только в первом тайме. От «Спартака» интенсивный прессинг. Даже опорного полузащитника Зобнина можно было заметить высоко. Давление приносило свои плоды. На 23-й минуте мог забивать Кузяев после успешного отбора Ионову у чужой штрафной. А еще попытки сыграть в касание в завершающей стадии атаки. Посмотрите на идеальную передачу Зобнина, которую тот отдал на Антона Мирончука. Кажется, Виктор Мозес переходит в «Спартак» вовремя. Роман Зобнин отлично смотрится в центре и теперь ему будет легче переключаться между клубом и сборной. Кто понравился в обоих матчах, кроме Зобнина? Это атакующие игроки. Во-первых, Денис Черышев, по которому сразу виден уровень Ла Лиги. Во-вторых, Антон Мирончук. Понятно, что он хочет догнать своего брата, перешедшего в «Аталанту». Мы привыкли хвалить и любить нашу сборную в последнее время. Однако, выскажу непопулярное мнение. Матчи против Швеции и Турции стали показательными в контексте Евро-2020. Понятно, что Бельгия, с которой мы будем играть в одной группе, это похороны. А вот Дания соперник интересный. Датчане очень напоминают как Швецию, так и Турцию. Есть топовые игроки, например, Эриксон. Есть командная игра. Со звездным режимом Турции Россия не справилась. Еле отбилась во втором тайме. Швеция, которая выпустила не основной состав, и вовсе проиграла. Работы по тактике и выбору состава у Черчесова много. На этом все. Ставьте лайки, дизлайки и обязательно оставляйте свои комментарии. Пишите, что понравилось вам в игре сборной, а что нет. Пока!